Всем привет, дорогие друзья, с вами Грув Поля Сражений, Играем, Побеждаем. Вчера вышел патч, и сегодня мы будем его смотреть. Поэтому присаживайте поудобнее, заваривайте чай, кофе, ставьте лайки. Ну, понятное дело, что Рагнароса изменили, мне кажется, он стал слабее. По версии Дэктрекера еще не обновили инфу, поэтому пока ждем какой-то новой инфы. Более подробные статистики. Синдрагосу немножко подняли. Можно попробовать Синдрагосу новую. Ее, конечно, не стало прям царем, и я все считаю, что только сильнее, чем Синдрагоса. Но раз патч вышел, надо рассказывать про измененных героев, может быть, он действительно стал хорошим и вырывает темп. Давайте глянем. В любом случае, как бы лайк за слабых героев. Заслуженный, да. Так. Значит, обилку у нас теперь дает плюс 2, плюс 1. Этот герой, значит, как делает? Он 2 хода фризит, потом покупает. Может, даже 3. Я, наверное, вот это не хочу. Типа, берем матроса, по матросим, как говорится, и бросим. Берем, оставляем самые полезные существа для раскачки, ну, плюс-минус. Вот это, конечно, не суперполезно, но все же. Под баф под атаку получше будет. Мурлок будет ничего, да. В принципе, можно будет и... Если токен придет, может, еще на один ход остаться, да. В первой таверне. Ну, посмотрим. Точно пока не знаю, но играется примерно так, да, конечно. У противника Мурлок. Ну, единственное, когда я мог в ничью сыграть, это взяв Мурлока 2-3. А я бы его взял только в одном случае, если там были существа лучше, чем Мурлок. Для того, что с Мурлоком 2-3 можно до лейта дойти, а с пиратиком, скорее всего, мы его продадим. Ролл неплохой. Неплохой здесь что? У нас здесь один пират, и, скорее всего, этот пират вряд ли 2-2. Токенов нету, это выход в левел. Мы просираем рубль. Не очень приятно. Просто выходим в левел, фризим. И будем менять этого надраивателя на двоих. Видимо, озерного охотника и драконида-солдата. Не знаю, хватит ли нам этого всего, чтобы начать тащить. Типа, по-хорошему, для этого героя неплохо бы мехи в третьей таверне, да? Блоководь какого-то качнуть или что-нибудь типа того. Ну, кому атака нужна? Очень-очень хорошо для этого героя на старте было поймать одну, а то и две праведные защитницы. Но мы ни одной не поймали. Это уже печально. То есть, герой зависим на стартовый дроп. То есть, он... Ну, считайте, флургал, да, второй. Который зависит от стартов мурлоков. Да здесь дуплет. Так, ну ладно. Типа... Ну, как бы я обычно второй ход фрижу. Надо, наверное, вот этого мурлока взять. Блин, я не хочу играть с этими демоническими слугами. Я думаю, что мы тебя возьмем, да? Это зафризим. Все-таки на дракониды солдат баб дать приоритетнее, чем на демонического слугу. Ну, окей. Хватит ли нам этого? Ну, учитывая, что играем против фалакира, может и не хватит. Там какая-нибудь... Там бомбы, конечно, нет. Но все же, этот бабл очень сильно порит тут все. Да, здесь уже ничья, минимум. Было 50%, кстати, на победу. А могли, кстати, проиграть, если он в левую защиту. Если бы я первый бил, то было бы все хорошо. Так, дальше. Как дальше поступаем? Ну, дальше опять фризим. Здесь забираем точно дракона. Он уже раскачался как надо. Вот это, наверное, будем раскачивать. Поэтому плюс-минус ничего такие существа. Вот это уже заберем. Сейчас получается два демонических слуги, которые можно чистотехнически в триплет завести. Хватит ли нам этого для победы? А хрен его знает. Ну, как бы, этот герой, вот в чем проблема, потому что он первые там 3-4 хода фризит все, что ему не дают. Ему могут дать очень хорошо, и тогда он будет очень лютым. А могут, как в моем случае, дать какую-то фигню, и мы играем, ну, на фигне всякой. Но эта фигня всякая, в принципе, должна, кстати, тащить. Мне нравится, что у меня еще один дуплет пришел. Статы неплохие, но вот атака, атака не всем важна. Атака важна тем, у кого бабл есть. Или у кого жопка в начале больше, чем этот... Больше, чем атака. Например, во второй таверне такие существа. Вот раскаленный валун, просто прекрасно, да? Распорядили времени замечательно. Какой-нибудь натрезим под меха, если вдруг зашло. Нестабильного вардалака, но это бред. Вот это все не хочется бафать. Так, здесь выход в левел. Однозначно мы терпеть не можем больше. Мы можем валуна взять. Можем сейчас вот это, кстати, взять, а вот это зафризить. Здесь какой-то небольшой выход в мурлоков вырисовывается. Можем вот это взять. Но это меньше мне хочется качать. Тогда я возьму этого демона. А это дальше все фрижу. То есть дальше я один ход скупаю все. Все, что мне дадут. Продаю одного и выхожу в четвертую таверну искать либо дуплет какой-то, триплет какой-нибудь, да? Какой-нибудь из того, что я собрал. Или искать более сносные четвертые дропы. Либо рашить пятую таверну в зависимости от хп. Это, кстати, неплохо. Ну, мурлок с мурлоком. Он сейчас, кстати, 3-3 будет неплохо, что и атаку он получит. От озерного охотника. Так что я этих троих покупаю. Да, они вроде не третья таверна, но статы у них уже наравне с четвертой таверной. Что, в принципе, неплохо. 84,2 победы, кстати. Хватает, хватает. Это прикольно. Вот на какого-нибудь такого-нибудь баф был хорошего. Но для этого нам нужно, чтобы мы где-то не апнули таверну там или что-нибудь. Кстати, можем проиграть здесь. Был шанс, но ничья. Да, на победу был больше шанс, но это, как говорится, не в нашей компетенции. Матрос неинтересно. То есть, ну, здесь обычный ход. Это продажа одного существа, выставление трех. Я думаю, что мы продаем тебя. Я взял чисто так на ход. Дальше играем мурлока. На мурлока кидаем плюс один-один. Этот мурлок становится 5-4. Здесь 6-5 валун. Стол неплохой. Ну, ну, чисто неплохой стол. У меня есть два дуплета. Если один из них триплет соберется, это будет просто прекрасно. Хватает ли вот этого стола, чтобы выйти в пятую таверну и искать что-то в пятой, да? Ключевое. Ну, не знаю. Сейчас будем пробовать. Мне кажется, что... Блин, здесь триплет учили. Мне кажется, что этого недостаточно. Для четвертой таверны посидеть, там триплет найти, этого вполне достаточно. Рашить пятую таверну. Только если мы сейчас вот Йога выиграем. В следующем раунде еще одного выиграем. У нас останется 35 хп, и мы, конечно, порашим пятую таверну. Иначе я, наверное, останусь в четвертой. То есть Йога уже, ну, большая вероятность, что мы проиграем, да. Там с триплетом челик сидит. Еще и драконы плюется. У него классный этот, 5-4. Ну, смотри, эти существа раскачаны, просто на раз убивают его драконов. Проблема вот в этом существе у него. Ну, кстати, нормально, это 4 урона. Типа, когда у меня 20 хп, я не рашь пятую таверну. Когда у меня 31 хп, можно рашить таверну еще. Еще можно. Особенности, если я следующий раунд выиграю. Ролл ужасный. Здесь выход в левел, реролл. И у нас есть триплет. Так-то триплет хорош. Но этот триплет надо делать в следующий раунд. А у меня 2 рубля просирается, да? Надо либо Мурлока вот этого менять на дракона. Еще хочется вот этого Мурлока взять. Но если я этого Мурлока беру, мы, может, триплет соберем? Ну, давай, да. Я, наверное, сыграю прямо сейчас, может быть, прямо сейчас триплет будет. Нет, прямо сейчас триплет нету. Есть неплохой яд. Яд я играть сейчас не буду. Это лишняя монетка мне на следующий ход. Вот, скорее всего, при таком роли я парашу таверну. Парашу, мне нравится. Классное слово придумал. Парашу. Вот, смотрите, что у нас получается. У нас есть какие-то Мурлоки, какие-то демоны, от которых мы откажемся. Есть парочка драконов. То есть мне Калесгаса можно получить, да? Тут, в принципе, Мурлоки. И я не уверен, что он суперсильный. То есть большая доля вероятности, что мы с ним в ничью сыграем. Примерно, наверное, 40% на ничью будет с ним. Может, даже больше на победу. Да, где-то 40% на ничью. Я, понимаете, я уже, посмотря вот на состав, нет триплетов, пятая таверна, могу предположить, типа, насколько я силен и, типа, насколько у меня есть шансы. Все от разменов здесь зависит. Можно и в 20% попасть. Это Херстоун. К этому мы всему привыкли. Да, 32%. Сказал, что большая, большой шанс на ничью. Но это ничью. Мы идем в шестую таверну. Шестая таверна сейчас приоритетнее. Хорошо, что мы нашли триплет. Здесь неплохой дракон есть. И у нас есть неплохой боевый клич, если я поймаю Калесгаса. Нет, ну приходит хороший Рагнароша. Вот эта штука душит. Вот это прям душит. Рагнароша это прям аут... Аут-аутов. Очень сильная фигура, которую отправили. То есть это основополагающая фигура, как голден для зверей, да? Так Рагнароша в абсолютно любую сборку может помочь переобуться. Правда, он немножко ослаб с уходом 6-6 Лема из четвертой таверны, но все же. Ну блин, Рагнароша... Он 6-6-то, что от него отказывается? Плюс еще это, да? У нас тут что-то бафнулось. Какой-то яд закинули. Звери у нас есть? Нет, у нас звери в бане. Это значит, что гидры не будет ни у кого. То есть ближайший размашистый удар, это будет... Как его... Как они называются? Врагорес из шестой таверны, да? Я вот думаю, просто фризит ли мне вот этот ролл. С одной стороны, он классный, если еще вот это прокачать разок. Но с другой стороны, здесь нет ни одного Лема по Рагнарошу. Это удручает. Не знаю, там 4 Лема, 4 таверна. Я думаю, что я еще ему проигрываю. Не, мне Лемы нужны. Мне каждый Лемчик меня возносит до небес. Естественно, что я ему проигрываю. Ну, может быть, ничья, если повезет. То есть сейчас, наверное, как-то правильно вот сюда ударимся. Не жалко, столько атаки улетело в трубу. Вот это надо убивать обязательно. Здесь нормально плюнуло. А нормально? Это что? 6 дэмэджа. За выход в пятую таверну это в порядке вещей. Я нифига не усилился за предыдущий ход, поэтому получаю по лицу. Далее. Вот это с Рагнарошу плохо сочетается. Тебя, наверное, мы берем. Есть Мурлок. Мурлок неинтересно. Вот это очень хорошо. Есть Триплет. Триплет надо собирать. Потому что может еще один Рагнарошу прийти. А у нас здесь вот такая штука есть. Другого Мурлока нет. Придется на этого играть. Мне приходит Волнорез все-таки. Ну, Волнорез так Волнорез. Волнореза качать не очень хочется. Я, наверное, Мурлока все-таки продам. Сыграем тебя. Сыграем тебя. Здесь приходит нам неплохой баф. Блин, тут... Тут бафчик сюда залетел. То есть, я думаю, отказаться от тебя. Здесь есть бесплатный Ролл еще. Можем от Дракона уже отказаться. Я думаю, да, от Дракона. От Дракона отказ. Будем ли мы использовать бесплатный Ролл? Вот в чем фишка. Наверное, я сыграю, окей. Правда, это бесплатный Ролл и так бы нам пришел. Но это два стата сюда. Выглядит неплохо. Ты кто, Дракон? Девятый ход. Ну, слушай, я должен уже быть сильнее Йога. Йога обычно к этому моменту начинает потихонечку вылетать. Вот это надо ближе. Волнорез где-то... Хорошая позиция для волнореза. Третье и четвертое место. От этого тоже надо уже отказываться. Но у меня нету благородной замены. И неплохая стена. 6,3 на вылет. Это, видимо, на тот случай, если корабль вскроется так, что там, не знаю, жопа сгорит. Ой-ой-ой-ой, это боль. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот, вот так вот. На тот случай. Видите, почему хорошая четвертая позиция? 323. Ну, Йога на следующий ход вылетает. Йога не берите, Йог. Сакс. Это нравится ли мне вот это крутить? Под номе нравится. Под Рагнарошей что-то не особо. Еще один Рагна. Да, берем Рагну. Будем ли мы тебя брать? В принципе, по двумя Рагнами, может, это и интересно будет. Есть баф. Ну, блин, мне Элемы нужны. Я думаю, что надо отказываться от тебя, потому что, баф, у тебя может прилететь либо вот это продавать. И кто общий. Блин, вот это еще плюс-минус норм. Блин. Вообще, Элемы кончились. Здесь один таунт. Я думаю, еще по поводу кувшина все-таки. Кувшин даст просто демону, демону Мурлоку и этому 3-3. Либо я могу найти Элема сильного. А если не найду? Вот это, кстати, интересно было. Драконы. Ну, блин. Это вообще какой-то посос. Возьмем, наверное, тебя. Попробуем хоть немножко статы выудить. Ну, просто между Малгайнсом и Нэтом Пеглом надо, наверное, брать Нэт Пегла. Драконарошу вперед, потому что бабл, может, придется вскрывать. Вот, то есть, первый, если я первый бью, сюда. Ну, первый бьет. Уже плохо. 24, хорошо. Тогда уж лучше был Мурлок впереди. Я, собственно, поставил мелкого, чтобы бабл снять ему. Теперь не все так радужно, как хотелось бы. Зато Яд сыграл хорошо. Может, Нэт Пегл что-нибудь даст. Нэт Пегл дает. Ну, ресурс всегда хорошо. Здесь, правда, скорее всего, ничья у нас. Из-за его драконов. Типа, есть ли шансы? Ну, если я найду Элемов, есть шансы. Во, вот это хорошо. Бран мне очень нравится. Подрагнарошу очень хорошо. Это тоже, наверное, возьмем. Рерол. Аргуса бы какого-нибудь, да? Так, тебя мы уже продаем. Рерол. Ой, я бы не сказал, что тут прям, прям завоз-завозище. Джин. Вот Джин интересный. То есть, мне пока что Бран не нужен особо, да? То есть, я покупаю просто Джина. Я вот не знаю по поводу... Ну, наверное, тебя продаем. Бран мне нужен. Почему я Брана взял? Под этот патазавров я взял Брана. Под... Бурю в таверне я взял Брана. Вот это прям ван лав. То есть, только как бы вопрос, вместо тебя или вместо тебя? Там Элемы. Вообще, 373 вообще ни о чем. Вот это качать тоже уже не хочется. Явно. Элемы. Давай, наверное, с яда вскроемся. Против Элемов. Типа, ХП должно хватить. А, у нее нет таунта. Хорошо, что он первый бьет, кстати. Очень приятно. Размен... Ну, блин. Это было очень неприятно. Его этот удар. Но у меня еще есть один яд. Вот это вот хорошо сочетается. У меня еще корабль есть. Ну, мой яд вот под это главное. Это главное было под него. Блин, вот это... Чума, конечно. Ну, мы выиграли. Корабль уже тоже не нужен. То есть, скорее всего, я сейчас играю Брана. Я играю Стазминталя и... Не, может, конечно, в левел выйти. То есть, я давно сижу в этой таверне. Да не, мы в левел не пойдем, я думаю. Так, мне нужно два слота совводить. Ну, наверное, это минус корабль. Это минус ты. Бран, плюс ты играем. Вот это хорошо, кстати. Это хорошие роллы. Только их надо на стол поставить. Я уже думаю, мы... Как бы Джина продаем. Джин уже не нужен. Яд еще нужен. Там Элема нужен. Дракон. Мы играли против Элема. Я думаю, что продаем тебя. Под Браном хорошо. Может, какой-нибудь триплет залудим. Да, есть триплет. Понятно. Понятно, чего триплет. Надо Рогнарошу триплет собирать. Адаптозавр тоже хорошо. Ну, давай, давай, игра быстрее чуть-чуть. Чуть побыстрее срабатываем. Я бы сделал такой. Я зафризил вот сюда. Мне нужен слотецкий. Мне нужен слотецкий один. Хороший удар. Чтоб сюда пытаться яд найти. Это очень важно. Он через вот эту штуку играет. То есть, финал лейт у меня должен быть сильнее, конечно, чем у него. Хороший удар. Отлично. Много урона. Осталось только подняться. Жалко, что бафы мой Мурлок не получает. Да, вот Мурлок прям бы очень хорошо бы. Здесь зашел. Здесь ты хорошо, Джин хорошо. По поводу тебя, ну, наверное, надо брать. Непонятно, вместо кого крутить. Так-то, наверное, вместо тебя. Я бы в левел вышел. Вот это очень хорошо. Наверное, вместо тебя. То есть, у меня здесь, смотрите, у меня остается Мурлок и Элем. 14-8, это вообще не юнит. Ищем вот сюда яд. Так, яда нет. Берем любой баф. Яд или Адаптозавр? Наверное, Адаптозавр лучше. Это как бы из очевидного. Так, мы что можем? Мы можем взять вот этого Элемчика, чуть-чуть качнуться. Чуть-чуть совсем. Наход. Продать, сыграть Адаптозавра. Бабла нету. Проблема в том, что мехов в этой партии нет. Я бы вот это вот в триплет бы соединил, конечно. При заходе. Но двояда это уже что-то. Надо либо бабла искать к этому, либо вот от этой штуки отказываться, да? Я всегда могу вместо тебя крутить. Здесь, конечно, хрипы есть неплохие. Тут драконы. Он уже не получает... Он уже не получает этих... Баббл таунт. Собственно, потому что у Килту Зеда нету этой функции. Немножко плохо ударили, но... Здесь удары пока что нормальные для меня. Даже если дунит 24-19, у меня там впереди стоит жирная тушка. В принципе, это все стерпит. Ну, типа, ничья мне против вылетевшего ничья устраивает. Но победа. Да, главная проблема это отсутствие в этой партии 2-4. Баббл. Для меня главная проблема. Сейчас мы против Мурлока играем. Его Элем победил. Слушайте, я бы триплет собрал. То есть, ну, нормально. Собрать триплет, попытаться найти Рагнарошу. Выглядит как план. Баббл получили. Здорово. Лейтенант Гард, наверное, потому что два бафа. Колесгас уже поздновато. Это берем. Реролл. Еще один Гарр. Ну, слушайте, я бы с Гарром не оставался. Вообще, там Мурлок есть. Баф сюда прилетел. Жаль. Вот это еще очень хорошо сочетается с Браном. Шесть Мурлоков. Если он его победил, то там ему баблы очень сильно помогли. Мне бы вот с этой штукой играть. Против него. Можно взять Яд на ход. А вот это зафризить. Вместо АТ особо мне на Баббл не нужны. То есть, мне нужны... Шесть Мурлоков? Скроемся с тебя. Тут дальше Яд. Яд. Это куда-нибудь в конец-то. По таунтам это я, наверное, зафрижу. Ну, есть шанс, что он у меня победит. Мурлок. Мурлок может победить, если он там баблы собрал. Вполне себе, вполне. Если, блин, Рагну в триплет не заведу, будет неприятно. Потому что очень много... А, он без Ядов. Ну, тогда хорошо. Тогда хорошо, отлично. Тогда это просто супер. Хороший удар Ядом. Ну, это минус Дерево, конечно же. Слишком... Слишком мало Ядов у него. Шесть, пять точно выбили. И остается один Элем. Который может... Который через Номи играет. Который в теории я должен быть сильнее. Ну, посмотрим. Яд... Можно без Яда играть. То есть, я покупаю двух Элемов, чтобы освободить слоты. Продаю Яд. Вот этот один-один. Дальше мы сыграем тебя. Сразу посмотрим, что даст. Ну, вот такое-се. Это я, наверное, дирольну. Вот это очень хорошо. Бабл очень хорошо. Я, наверное, остаток бабл возьму. Играем так. Есть триплет. Рагнаросов триплет. Это, конечно, круто. А я баф, получается, не получил, да? Пыщ на Дина мне нравится, да? Вот сюда бабл давать. Тоже хорошо. Не знаю, зачем я Гара оставил. Ну, просто, наверное, потому что есть слот. Я вот думаю, бабл или на Дина. Я могу вместо Гара взять и на Дину, и этот. Но здесь Винфьюри. Там провокация есть. Две провокации. Вот это можно вперед. Да, наверное, я вместо Гара возьму два бабла. Вот это мы поставим вперед. Это мы поставим на вторую позицию. Рерол. Вот это хорошо. Здесь расстановочка чуть-чуть, чуть-чуть не поменял. Пишка в том, что я хочу ударить первым. Убить двоих. Но он бьет первым. И бьет очень хорошо. Для меня это очень плохие удары. Теперь мне не на кого бабл кидать. У него просто, вау, великолепные, великолепные размены. Он походил первым, сделал абсолютно правильные удары. И все. Дальше я уже плыву. Даже я вот это забрать не могу. И у меня 104 выносит. 6. Какие шансы вообще здесь? Бабл, бабл, бабл. Гуля. Единственный шанс, наверное, найти Гулю. Поставить на первый слот. У меня не так много баблов своих. Баблов не так много. И правильную расстановочку сделать. Я думаю, минус на Дина. Это фигня. Это фигня. Еще бабл. Ну, мэйби. Попробуем еще раз украсть у него. Может быть, таунт повешу на дополнительный таунт и сделаю. Так, адаптозавра получили. Как-то дополнительные таунты мне нужны. Адаптозавры, если норм. Да, нормальный адаптозавр. Ну, получше стало вроде. 73,2. Зачем он перенес его? А, он, видимо, от Ривендера попытался сыграть. Я так думаю. Вот здесь плохой удар. Очень хороший для него удар. Здесь плохой удар. Здесь Брана, бей. Брана не ударил. У меня есть, конечно, яд. Ну, типа, надо, чтобы он вот сюда бил. Отлично. Яд налево. Хорошо. Победа. Мне осталось героиню в триплет. Ну, пыщ ему не особо нужно. Он от него сейчас откажется. Сейчас в конце начинается Майн Геймс. Есть триплет. Просто прекрасно. У меня есть слот на прокрутку. Надо либо вот это взять, либо с Винфьюри ставить хотя бы вот это вперед. Еще один Баббл. Ну, типа, Ривендера я не хочу ввести. Это точно. Можно каких-то статов нафигарить. Можно пытаться найти еще один Бабблтаунд. Можно на Дину найти вместо Брана. Ну, здесь раскачка пришла. Будем ли мы качаться? Нет. Не будем. Ривендер. Ну, там пыщ был. Но он, скорее всего, от него откажется. Изгар. Так, давайте подумаем. Теории. Смотрите, мне нужно попасть в 50%. Ну, наверное, вот этот вперед интереснее смотрится. Это сюда. Это может даже на вторую позицию. Это вот сюда. Ролл хорош. Зафризим пока. Я думаю, что у меня сейчас даже чуть больше. Поэтому надо Винфьюри вперед ставить. Он это и делает. Я бью первого. Это просто прекрасно. Отличный удар. Минус Баббл. Прекрасно. Он получил Баббл, но я, естественно, сильнее. Мне надо, чтобы он бил в Баббл. Здесь мне не очень так удары понравились. Здесь фишка главная, чтобы Баббл вот сюда не упал. Здесь хорошо. Баббл куда-нибудь сюда и сюда. Отлично. Здесь удар неприятный. Но играть можно. Отличный удар. Супер. Единички мне еще помо... Ой, хорошо. Хорошо. Вот она победа. Вот прикольный лейт начался в игре. Очень прикольный лейт начался. Типа там вообще Майнгеймс это поставлю вперед, подвину. В общем, получается-то прикольно. Получается прикольно. Элемы в лейте все еще сильны. Но нужно ролять Рагнарошу. Ну, если Рагнарошу поймал, ты можешь выходить в фаерольных элемов. Почему нет? Все так же можешь выходить. На старте элемы стали лучше. Ну, теперь Рагнарош стал справедливо находиться в шестой таверне. Теперь их гораздо меньше. Да, теперь триплеты Рагнароша собрать. Это их всего 7 Рагнароши в пуле из там тысячи с лишним карт. Очень тяжело найти триплет Рагнароши в конце. А вот собрать через триплеты вполне себе реально. Да, элемы все еще сильны им. Я думал, что они окажутся послабее. Но, как говорится, на хайроле и пираты могут победить. Но мне нравится. 90% здесь в концовочке такие, знаете, скиллозависимые. Вот скилл есть, ты начинаешь побеждать. От расстановки зависит, что сделать. Там бабл накинуть, да, поискать. Очень круто получается. Мне очень понравилась эта партия. Надеюсь, вам тоже. Это не означает, что этот герой имба, да. Дайте его переработали, он теперь... Всех сильнее. Нет, это не так. Лучше стал, да. Хороший аут в пятую таверну у меня получился. Благодаря его билке. Приятно, приятно. Лучше, чем было. Да, лучше, чем было. Лучше он, чем Рафаам и Маев. Я бы выбрал Рафаама и Маев больше, чем этого героя. Но играть возможно. Вполне себе. А на сегодня все, ребята. Если понравилось это видео, вы еще не подписаны, то подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Все-все-все делать. В Телеграм подписывайтесь. Все ссылочки есть в описании. На сегодня все. С вами был Груф. Всем до скорых встреч. Всем пока. Увидимся на стриме. Сегодня приходите. Буду рад вас видеть в 4 часа в Москве. Пока.